Да, начались вчера такие дизамы, если будем на 2-х годы. Так, конечно, включение. Посидел я в машине, наверное, больше, чем обычно. Сидел-сидел-сидел, ты знаешь, начало такое ощущение в теле плотности очень прям мощный. И отследил все такое, знаешь, налился агрессией. Ну вот это пересидел уже. Да, пересидел, да, прям ощутил и начал слух выговаривать, но тем, на кого там, знаешь, скажем, зуб держит в простонародье. Потом пошел, ну вот так не надо делать, по сути, это черная магия уже пошла. Мать-то я понял. Это то есть люди, они выхватывают в астрале, причем не кисло. Да, я знаю, да, я это все увидел. Потом пошел, сел, я поставил себе там более удобный стул, пользуясь положением, сейчас это царь горы в темной комнате. Поставил пластиковый стул, сел, ты знаешь, смотрю... А, еще вот я что хотел спросить. Я помню Монасова, когда расшифровывал, он конкретно там рассказывал про третий глаз, да, что, допустим, работая над открытием третьего глаза, надо два своих глаза закрывать, иначе они закроются. Ну физически вообще. Ну да, типа того есть. У меня вот такое, вот всплыла эта фраза, и я начал просто... А, после того, знаешь, это всплыла фраза, я обратил внимание, что когда начались вот эти вот, я их назвал по себя узоры, вообще такие, блин, эти, я не знаю, как калейдоскопы, что-то начало твориться. Я понял, что разницы нет, у меня глаза открыты или закрыты. Потом я сел на штул, да, после вот этого вот, и знаешь, увидел такое ощущение было, что мне как будто с противоположной стены начинает что-то как блестеть, и в это... просто как подмигивает, да, такой фиолетовый цвет. Такой, как, знаешь, луч включается-выключается, включается-выключается, потом просто начало светить. Потом я, знаешь, ну я не помню, закрыл я глаза, а не, наверное, с открытыми сидел. Потом я увидел такое освещение, я сначала не понял, оно шло или ко мне, ну вот, в лоб, или наоборот, от меня. Потом все всплыло в это, знаешь, как это сказать, все переросло в такой-то пучок, и получилась такая, как трубка, и оно начало закручиваться, и не прямо, а вот вверх уходить. Потом я понял, что это канал, и меня начало туда затягивать. Он такой, знаешь, как начал, как скорость нарастать, потом раз меня выкинуло в какую-то темноту. Вот. Ты уже ушел со стула? Или ты на стуле? Сидел, сидел. Потом что-то мне захотелось прилечь, я лег, залез в этот спальный мешок, научился им пользоваться. И, короче, лежу, 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 наверное, меня вырубило. Открываю глаза, первая мысль, думаю, отвалилась эта металл от окна. Угу. Свет, да, в комнате? В комнате свет, причем он такой, знаешь, салат, салатный, зеленый. Залит весь потолок, на потолке, причем залит пучком. От окна нарастает, и где-то дальше, чем комната, он сужается. Думаю, странно. Надо закрыть окно. Лежу такой, поднимаясь, вытягиваю руки перед собой. Ну, типа, знаешь, как потянуться, а руки не видно. Короче, смотрю на потолок, вот этот свет не проходит. А на потолке весь потолок, как облеплен, знаешь, такими узорами. Причем они объемные, если вот из тюбика выдавливать какую-то пасту, да, они такие объемные. Я смотрю на них, думаю, блин, интересно. Ну, лег и лежу. Они начинают скатываться по бокам. По бокам, как по стенам. А потолок все равно светится. Ну, интересное кино. А узоры помнишь сами? Они такие, как крючочки. Крючочки такие, колбаски такие. Ну, повторить сможешь? Или нет? Да, в принципе, да, попытаюсь. Ну, попытаюсь это одно, а вот, ну, ладно. Я взял, да, с собой это, тетрадь. Ну, вот ты такие вещи дорисовывай, ну. Потом вот эти, знаешь, вот, сижу там или в машине, или просто на стуле, и понимаю, что свет идет, как бы, знаешь, как сверху, со стороны головы. И он такой, как стекает, как по лицу, такой выглядит, как контуры. Вот. Ну, нормально, да. То есть, вообще, вот эта картинка, ну, под конец, она может стать ярче. Ты можешь, ну, воспринимать вообще некие контуры без всякого света. А контуры это что? Ну, вот контуры комнаты, например. Вот ты видишь комнаты, то есть, вот ты говоришь, потолок вижу, да, видишь стены. Но это, ну, как бы, пространство не этого мира. Ну, вот так же, как ты понимаешь. Ты руку поднимаешь, нету, там нету окна. Ты, например, дальше идешь в туалет, вот ты прямо видишь дверь, понимаешь? Вот ты ее видишь. Я вижу коридор. Вот коридор, дверь, вот ты в эту дверь ломишься, а тут стена в это. Я вижу вот этот коридор, в котором ты стоишь. Я стал видеть углы. Первое, что я заметил, это углы. Вот смотри, вот эти углы, они, ты вроде их видишь, да, но они могут не совпадать. Но в какой-то момент ты уже настолько уверен, что ты начинаешь врезаться. То есть, если раньше ты ходил, ну, и как бы нетравматично, да, то тут ты идешь, потому что ты уже идешь вроде бы не во тьме, понимаешь? У тебя уже идет, ну, какое-то четкое восприятие. Ну, оно не четкое, да, но ты уже его воспринимаешь настолько, как четкое, да, и ты пытаешься на него опереться, да, а оно как бы не то. Ну, вот да, вот это как бы начинаются у тебя вот вещи. А вот еще, знаешь, что ты сказал про потоки, я вот не знаю, потоки ли это... Дай сюда, это что-то там шуршишь. Вот он. Сейчас, поставь его на стол. Да. Да. Я вот чувствовал поток уже очень плотный с этого прибора по потолкам, прям вот до этой стены, а тут вот поперел. Плотность. Ну, заходил еще в каждую комнату, получается, вообще, конечно, все комнаты разные. Вот это мягкое, которое рядом, сюда, к туалету, вот это более плотно, где вот это мы тут стоим. А та какая-то, не знаю, разогнана, что ли. Не знаю, что там. Ну, типа того, да. Или количество людей, или там... Не, вот это-то, как бы правая комната, она для новичков. Вот это правая, где я был? Да, да, да. А, не знаю, ты символы какие-то рисовал? Ну, конечно, они все модулируют. Ну, вот кроме вот этой. Угу. Ну, вот там, где я лежу, там такая она самая плотная. Не знаю почему. Ну, ладно, хорошо. Ну, вот, продолжай, то есть у тебя вот это начинается, вот включайся вот в этот поток. Дальше там интереснее должно быть. А это самое, знаешь, что заметил, что у меня такое ощущение, что сегодня глаза были закисшие. Это может быть, да? Ну, они как устают, как перегружаются. Ну, они типа, да, то есть ты глаза старайся тут закрытыми держать. Ну, оно на самом деле там неважно, кто закрытый, кто это. И они, ну, начинают вот из глаз выделяться, да, вот это вот то, что затишье. Ну, на самом деле это чистка идет. То есть это вот этот, некая грязь, ну, вот из глаз выходит. И вот многие отмечают, что после темной комнаты, ну, лучше видеть начинает. Алексей, ты знаешь, еще был такой переход, наверное, вчера или позавчера, когда я оттуда перебрался в комнату. И вообще не хотелось в машину. Я же не ходил. Слышно, ребята ходят. А у меня такое ощущение возникло, что я везде в комнате ощущаю эту машину. То есть само тело такое, знаешь, как вибрирует. Вот, ну, вот это ты в поток включился. Ну, слушай, ну, значит, тут эта ночевка возле машины дала все-таки. А я, знаешь, еще что, вот, пока не забыл скажу. Я когда ночевал, я же такой думал, надо еще посидеть. Ну, и поймался на мысли, чтобы, знаете, не пересиживать. И, короче, я сижу, ты ее глубоко, когда стул ставишь туда внутрь. А я где-то на метр выдвигал. И такое ощущение, сразу как пучок, намного мощней. Я думал, у меня глюк, я так несколько раз экспериментировал. Задвинул, выдвинул, задвинул, выдвинул. Прямо когда, если выдвинуть на метр от машины, включение намного жестче. Ну, вообще, стул стоял на метр. Его, может, кто-то задвинул в угол. Да, он был туда плотно задвинул. Я Илью позвал, ну, я услышал, когда он идет. И такой берелья, он говорит, час в туалет. Я говорю, давай посиди вот так, а потом еще я тебе такое что-то покажу. Он сказал, что у него манипура включается. Угу. Хорошо. Угу. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...